В связи с распространившимися в последнее время слухами о разоружении или расформировании добровольческой бригады «Призрак» мы решили сделать официальное заявление. На конец декабря сложилась ситуация, когда личная численность состава бригады «Призрак» многократно превышала выделенное нам штатное расписание. Складывалась парадоксальная ситуация, когда большинство бойцов бригады находилось на передовой линии с оружием в руках, не имея на этом формальных оснований, не имея зарплат, не имея социальной защиты. В ходе сложных, но успешных переговоров на самом высшем уровне и военного командования правительства было принято принципиальное решение о необходимости сохранения добровольческих подразделений на базе бригады «Призрак». Для этого нам были выделены необходимые места в штатном расписании 4-й бригады. Офицеры бригады «Призрак» были назначены на должности 4-й бригады Народной милиции ЛНР. Личный состав бригады сейчас продолжает службу в составе 14-го батальона территориальной обороны и отдельных подразделений 4-й бригады Народной милиции ЛНР. Мы заявляем, что никто из наших офицеров не оставил службу, несколько человек по согласованию перешли на службу в корпус, несколько офицеров были нами направлены на формирование подразделений 4-й бригады Народной милиции ЛНР. Любая реорганизация, она все равно несет определенные потери. Есть слабые люди, которые ушли, ушли искать судьбу в каких-то других местах, но костяк «Призрак» и основная его часть сохранена и будет сохраняться. Ну, откровенно, «Призрак» сейчас очередь стоит. Что касается боевого применения и так далее, «Призрак» ни на минуту не ослаблял позиции на линии соприкосновения. С командованием работаем нормально. Бригада «Призрак» не расформирована. Она переживает процесс переформирования «Я». «Призрак», как я уже говорил, это душа. Душу невозможно расформировать. И так же добавлю, у нас не пропало желание стоять плечом к плечу против нашего общего врага. Вот стоят люди, вот стоят «Призрак». Значит, 14-й БТРУ продолжает удерживать свой участок фронта. Никаких изменений в штатном расписании не производилось. Техника не сдавалась, были переданы излишки оружия, не соответствующие нашему штатному расписанию. И поставлено на учет оружие, которое не стояло на учете в корпусе. Все. Видимо, из-за этого пошли панические слухи о нашем разоружении. Весь личный состав бригады «Призрак» будет поставлен на довольствие, будет получать зарплату, военные билеты и будет нести службу с оружием в руках на законных основаниях. Никого разоружать не будут, никто у нас не останется в прошлом. «Призрак» был, есть и будет. И мы дойдем вместе, как один. До победы! Повторяю, нам не надоело стоять плечом к плечу на линии фронта. И «Призрак» с фронта не уйдет. Продолжение следует...